Все для спорта и активного досуга. Площадка «Новый рубеж» в Кубышевском районе Самары обустроена по проекту «Содействие». Жители поселка Рубежный собрали 10% от стоимости работ. В общей сложности это 800 тысяч рублей. Остальное профинансировано из бюджета. Работы шли два года, зато теперь для 3000 самарцев есть любимое место для отдыха на любой возраст. Оборудовали площадку с резиновым покрытием для детей от 3 до 14 лет. Установили яркий детский комплекс «Замок», а также качели, качалки, обучающий тренажер буквоед, горку для малышей. Оборудовали площадку под навесом для подростков со спортивными тренажерами и воркают комплексом. Обустроили пешеходные дорожки для прогулок, установили лавочки и урны. А также построили футбольное поле 40 на 20 метров с искусственной травой. В Самарской области немало таких примеров, когда благодаря активности местных жителей удается создать комфортные условия как во дворах, так и на общественных территориях. Сегодня роль ТОСов обсуждали на расширенном заседании Совета по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе Самарской области. К общению в формате видеоконференции смогли подключиться все муниципалитеты региона. Важно, чтобы активисты знали, что теперь их поддержка становится более основательной. Создан проектный центр ТОС, задача которого – содействовать в разрешении всех вопросов. У нас работают и советы микрорайонов успешно, у нас управляющие микрорайоны есть, в которые в постоянном контакте с жителями на территории. Коллеги, мы должны определить необходимый и достаточный для данной территории инструментарий взаимодействия с людьми, с гражданским обществом. По решению тех вопросов, которые стоят перед нами. Большие возможности для благоустройства открывает фонд президентских грантов. Для тех, кто готов активно работать ради реализации самых смелых инициатив, продляется и региональный проект содействия. На его финансирование выделяется четверть миллиарда рублей. Но многое зависит и от позиции руководства муниципалитетов. Дело спорится в тех районах, где главы способствуют работе ТОСов. Губернатор призвал активистов больше внимания обращать на проблемы. В частности, прозвучал вопрос о транспортном сообщении в Красноглинском районе. Сегодня многое уже сделано, чтобы исправить ситуацию. Автобусы стали ходить чаще. На маршруты подаются машины повышенной вместимости. Максимально насытили эти маршруты все общественным транспортом. Сейчас у нас там уходят автобусы большой вместимости. И основная проблема, конечно, это не то, что не выдерживается интервал. Это связано прежде всего не с выпуском общественного транспорта, а с дорожной ситуацией либо аварии, либо затору, либо пробки. Такие жалобы поступают, но в разы реже, чем это было раньше. Самарская область была одной из первых в стране, где создавалось территориальное общественное самоуправление. Развитию системы большое значение придается и на уровне высшего руководства страны. Сегодня важно эффективно использовать механизмы, отработанные годами. Совет при губернаторе – и это и есть та площадка, где можно решать любые вопросы. Готовьте новые вопросы, готовьте новые предложения. Самым внимательным образом будем их исследовать. Пожалуйста, постречайтесь с людьми, расскажите тех проблемных вопросов, которые мы сегодня подняли. А уже очередное, ближайшее заседание Совета пройдет в еще более расширенном составе. К участию в видеоконференции приглашают председателей домов, управляющих микрорайонами, всех, кому небезразлично будущее своего дома, своей улицы, своей страны. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.